гениальное устройство помогающие нам в обыденной жизни будь то мы пешеходы или водители было изобретено еще в 1868 году в лондоне создан он был инженером по имени джон пик найт который для этого обращался к своему опыту работы с железнодорожными семафорами работающими по схожему принципу тот самый первый светофор управлялся вручную конструкция его была самой простой 2 семафорные стрелки которые свободно перемещались вертикальной плоскости ночью светофор использовал для своего функционирования газовый фонарь с цветной подсветкой однако в 1869 году этот фонарь в нем взорвался из-за чего был ранен управляющий им полицейский тогда первые в мире светофор демонтировали а в течение последующих 50 лет в лондоне более не устанавливали светофоров затем когда появились новые светофоры в различных городах и странах они устанавливались для того чтобы регулировать дорожное движение изначально не предполагалось что такое устройство будет также использоваться и для пешеходов и велосипедистов железных дорог трамваев в том числе речных светофоры в течение многих лет менялись так вместо желтого цвета где-то появился оранжевый появилась статистическая или мигающая стрелка зеленого цвета звуковое сопровождение созданное для того чтобы незрячим людям можно было безопасно пересекать дорогу самостоятельно светофоры меняются постоянно с момента их создания это необходимо ведь каждый житель крупного мегаполиса тратит в общей сложности около 6 месяцев своей жизни ожидая зеленый сигнал конечно в большинстве случаев светофоры в других странах не сильно отличаются друг от друга таким образом каждый человек может ими правильно пользоваться но все же в некоторых местах есть свои особенности которые было бы неплохо узнать до того как турист приедет в ту или иную страну прага чехия на самой узкой улочки столицы винар на чертовка движение пешеходов регулируется светофором это кажется странным ведь улица настолько маленькая и узкая что там еле-еле расходятся два человека это при условии что они оба стройны светофор имеет два сигнала зеленый и красный гиды утверждают что власти города решили сделать передвижение пешеходов более удобным но местные жители им не верят они утверждают что это простой хитрый маркетинговый ход для создания запоминающийся и необычной достопримечательности а кто-то и вовсе уверен что это реклама местной пивнушки с одноименным названием которая своей символике имеет красный и зеленый цвета дрезден германия будьте внимательнее на дорогах дрездена в германии есть риск засмотреться и отвлечься ведь светофоры в городе имеют изображение девушки в сарафане с косичками а еще здесь есть светофор который уже более 30 лет без перерывов горит красным светофор запрещает движение с улицы цигельштрассе на перекрестке прямо и налево но разрешает движение направо заменить однако его не могут из-за закона гласящий о том что если на перекрестках помещены светофоры то они должны быть на каждый примыкающий к перекрестку улице берлин германия столица германии тоже решила не отставать от дрездена и разместила по городу светофоры с изображением мужчины в шляпе по имени ампельман берлинцы им очень гордятся сперва он появился в германии в 1961 году и долгие годы его изображение использовалась на местных светофорах однако после объединения страны зеленые мужчины в шляпе полностью исчезли но в 1996 году появились снова тогда был создан комитет по спасению светофорного человечка власти приняли во внимание мнение общественности и человечки вернулись здесь же в городе и светофорное устройство обладающее аж 13 различными сигналами разобраться в этой чертовой дюжине сможет не каждый здесь всегда находится дежурный полицейский который при необходимости всегда поможет водителям южная корея и япония корейские дизайнеры позаботились о людях страдающих дельтонизмом разработка юни сигнал universal sign light универсальный сигнальный знак предоставляет возможность определить свободно ли движение или запрещено не по цвету а по форме геометрических фигур также целью облегчения жизни людям с нарушениями цветового зрения в мире и светофоры красный свет которых имеет оранжевый оттенок а зеленый отливает синим кстати ранее в японии использовался синий цвет для светофора вместо зеленого но после исследований которые говорили о том что глаз человека хуже реагирует на синий цвет светофоры страны были перепрограммированы на сигнал зеленого цвета но японцы по привычке до сих пор называют его синим а еще не случайно мировым стандартом является такое расположение цветов вверху красный посередине желтый внизу зеленый так люди знают где какой сигнал находится могут перемещаться даже если слабо различают цвета сиракьюз америка но все же есть одно место в мире где цвета светофора располагаются в обратном порядке в городе сиракьюз в америке проживают в основном потомки ирландцев светофор в своем стандартном виде был тут установлен 1925 году но местные хулиганы его постоянно разбивали потому что зеленый цвет который символизирует ирландию находится ниже чем красный символизирующую великобританию в какой-то момент власти сдались и по сей день там существует светофор с непривычным расположением цветов рио-де-жанейро бразилия в рио-де-жанейро в период с 10 вечера до 5 утра водителям разрешается не останавливаться на красный свет связано это с тем что в городе достаточно серьезная обстановка в сфере криминала и есть риск что машину которая остановится на дороге среди ночи могут ограбить